Второй урок. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. И каждая, в свою очередь, делится еще на множество религиозных групп. Понятие индуизм связывают, как правило, с религиозными учениями Индии. Отсюда и название индуизма. Как нечто. Далекое, древнее, непонятное. То есть, индуизм разделен на несколько основных течений. То есть, в понятие индуизм входит, в понятие индуизм входит, он как бы объединяет древние культы. Древние культы. Традиционные культы. То есть, те, которые вошли в традиции. И культы новых направлений. Разобрались, да? То есть, к древним культам относятся культ Кали. Или, как его называют, культ Кали-Ма. То есть, культ матери Кали, то есть, черные богини, черная мать. Чтобы это понять, надо представить себе не современных индусов, а что на территории древнего Индостана, Индостана, жили негроидные народы. Травиды и наги. Понятно, да? То есть, это самые многочисленные были народы, которые кедривли, почитали свою черную мать. Их жрецы, как бы, приносили черной матери человеческие жертвоприношения. Хоть официально считается, что его нет, но в Индии говорят, что культ Кали существует до сей поры. То есть, а о нем, как бы, у Киплинга, у других, то есть, 18-19 век, упоминание, начало 20-го, а потом, как бы, исчез. Но, сами индусы говорят, что культ Кали существует до сей поры. Понятно, да? Вот это у нас культ Кали. Дальше. Древний. Культ Нага. Тоже древний индийский культ. Древнего змея, который появился на земле, был древним индусским, ну, негроитым племенам, дал свою мудрость. Тоже культ Нага в немногих местах, но похоронился. То есть, заметьте, это все было, так называемая, доведическая культура. Это все доведическое. Дальше. Следующий. Древний индийский культ. Культ был Инры. Не Индры, а Инра. Да, это мы все древние культы. Не Индра, а Инна Инра. Это последнее упоминание об этом индуистском культе касается 19 века. Он тоже связан с человеческими жертвоприношениями, то есть из моря вышел дракон Инра, черный дракон Инра, который научил добывать драгоценные камни и золото, делать людей богатыми, но за это он требовал себе самых красивых девушек, что вы приносили ему жертвы. То есть, понятно. И не только это, и считается, что культ у последователей данного культа, который особо почитает Инру, Инра дает могущество, силу, то есть люди перестают чувствовать боли. Об этом культе скользь, что кое-кое-где остались данные последователи, то есть фильм даже был снят, шокирующая Азия, документальная, они протыкают свое тело всевозможными спицами, крюками, то есть, как бы, не чувствуют боли, в руках могут держать расплавленный металл, то есть, это как бы дух Идра в них вселяется и дает им силу. Но за это как бы должно либо полное послушание, либо ты учишься и приходишь остаться как бы независимым, но в этом культе ты должен каждый год приносить жертву красивую бежу. то есть и упоминание о культе, что было как бы в горах, пещера, где вот это вот спрятала вся Идра и там голова и вот спасть как бы ему плави девушку, пасть закрывалась, больше ее никто не видел. Все видели только как даже железь не убивала, пасть закрылась и как бы потоки крови пошли, треба принято. Ясно, да? Вот эти как бы три древних культа, которые как принято говорить, до сих пор имеют своих сторонников, но они официально как бы никуда не высовываются. То, что сейчас считаются традиционными культами. Традиционные культы начались с того, что с севера из-за великих гор пришли семь белых риши, белых учителей и дали им мудаси, веды. повествовали о многих богах, которые защищают, дают здоровье и прочее. То есть этих богов было множество. и один из учителей, которые их учил, некоторые индусы его возвели самого в ранг бога. Нет. Это был культ рамы. Культ рамы. Но рама это измененная форма. То есть к ним пришел рамхат. рамхат. Завоводская князь. То есть не надо путать с заповедями рамхата. То есть я уже неоднократно в беседах многим говорил, что когда говорят Владимир, непонятно кого подразумевают. Владимира Киевского, Владимира Мономаха, Владимира Сольевского, Владимира Новгородского, Владимира Рязанского, Владимира Ленина, Владимира Путина или Владимира Жириновского. Они все Владимира. То есть многие говорят почему так имя изменилось. Потому что смотри положительная структура божественная не должна произноситься. То есть нельзя открывать чужим людям божественное происхождение. И трансцендент, который стоит утвержденный богами на конце, он тоже не произносится. поэтому что мы получаем вместо Рамхат получаем Раман. То же самое одна из книг Махабхараты Бхагавад Гита как на ней написано. Но все читают Бхагавад Гита. То есть после того, как Рамхат принес первую книгу Мудрость Мира Сияний, а Сияющий Мир это Рига. У нас даже детей до сих пор Каба Сияющий Ребенок родился, его называли Эрик. То есть Сияющий, да? Сияющий Веда, то есть Риг Веда. А уже потом появились традиционные культы. То есть Рамхат и его последователи воспитали новых жарецов, создали для них упрощенную полурунейческую письменность, то есть на основе короны они им создали самостоятельный скрытый язык. Самостоятельный скрытный. Хотя сейчас почему-то говорят не самскрыт, а санскрит. То есть сын скрытного. Хотя по-английски и пишут санскрыт. То есть самостоятельно скрытый. Это был языков язык только для жарецов мужчин. То есть только мужчины имели право его изучать и имели право на нем говорить. Но во времена больших праздников, когда извет описывали события, а потом еще свои местные события дополнялись, на холм на холме на холме девушки в пении в танце показывали как бы образ происходящего в данном писании, то, что читали мужчины. И вот этот театрально-поэтический мелодический язык был назван Дева на горе. То есть Дева на горе это все доносило до всех. Ясно, да? После этого обрывки мудрости люди приходили, слушали, обрывки мудрости просредоточились по территории далекой страны, а Индия это славянское слово, Индия, то есть как далеко. Поэтому в деревнях даже у меня дома, когда с командировки приезжаешь, первые слова в обуви было Индия был. То есть как далеко А потом уже слово Индия перешло в латынь как далекое место, далекая страна. И вот это далекое как уже Индия получила на плане. Но заметьте, в Индии не говорят Индии, там говорят Хинду, то есть Хиндустан. Ну а там Инд, заметьте, это сейчас пишут вот так Индии. А в некоторых старых еще писали вот Индии. Индии. Окончание предел где-то далеко. А в латынь как выжило Индия. Далекое место, далекая страна. Заметьте, царь Василий I, Василий II, Василий III. Они были не просто царями, князьями Великая, Малая, Белая, там Червоная и прочее. Руся, они были царями трех Индий. Первая Индия, это вот эта Индия. Вторая Индия, то, что мы сейчас называем Аремия, Китай. И третья Индия, далекое место, это была земля, где поселились сыны Перуна, перцы, которые перешли с берегов Ирия. Поэтому эту землю и назвали Ириания, а потом Ирания. Дальше. Раз переселялись боги, туда, живущие на земле, ее последнее назвали как земля перешет переселившихся Сирия. То есть дальше. Переселенцы Сирия. То есть и страна до сих пор называется Сирия. А когда из Асгарда, Беловодья, Лукоморья пришли жрецы Асы, страна стала Ассирией. Асы, пришедшие из Сирии. Ясно, да? И вот, Рама пришел, он запретил человеческие жертвоприношения. всех последователей калий они загнали на юго-восток. На юго-восток не самый юго-восток, а на восток и на юго-восток. И там им создали запуток, где жили, то есть их не убивали, где жили последователи калий. То есть не существовал культ. Калий культ. Калькутта. Выяснили, да? И что начало происходить дальше? Как я уже сказал, люди расселялись. Кто-то выбирал себе определенных богов. Название меня жрецы, которые из вет узнали о великом рамхе, стали его служить. Но так как это непознаваемая сущность, они его назвали «вышний бог непроизносимо», и они повторяли, что это что-то изначально. Брамов. Или как пишут Брахман. То есть и жрецы стали брахманами. Или браманами. Ясно, да? когда люди услышали о великом вышнем боге, который и на земле появлялся, либо появлялась его проекция, и вышний бог для них стал основой нового пульта, пульта вишнуры. «Дело живо, дело живо, дело живо, как родительница душ, и сив в этой традиции объединились в одну структуру, живо, то есть как бы имеющее двойное назначение умирание и рождение, то есть рождение есть смерть, а смерть есть рождение новое, круговорот. Некоторые бога громоверца начали Индру, то есть не Индру, а Индру, тот, который защищал был бог мечей звездных небес и прочее, бог мудрости, в отличие от темного Индры. то есть и все они как бы были противники человеческих жертвоприношений. Кроме того, пришедшие белые они созидали, когда местные жители их воспринимали, для них созидатели величественного, это боги, их спрашивали боги, вы откуда, то есть мы с ней бьес или откуда пришли, в ответ всегда отличалось Ом, это древнее название речки, которая вот 300 метров. Почему не сирия? А? не сирия? Потому что там очень много жильцов было хамейского скита. Понятно, да? таки Ом сияющий. Поэтому Ом стал для них звуком созидания божественного творения и вообще начала. И заметьте, на листочке, на листочке, когда их записали, или там на дощечке, написали О и написали М. И показали вот отсюда, значит, Ом. Но они листок перевернули и у них получилось вот так же. Чем до сих пор пишут? То есть, ну, повернуты на 90 градусов. То есть, Ом. Образ творения, а? Да, прогресс творения, руницы. Создание творения. Дальше. Наши приучили к тому, что огонь согревает. На огне готовится пища полезная. и у них появился новый еще один культ огня. Культ огня. богами. также в регведе описывались и другие сборки. Так вот, во многих деревнях вы засчитали. это где-то великие просвещенные там жрецы могут достичь уровня общения с вышними богами. А им, как бы, боги рангом пониже предназначены. То есть, ну, трактовка такая. Те, кто повышение социально, те с вышними богами, те, кто средний социальный или со средними богами, те, кто ниже на ступени, те, с малыми богами, а те, кто вообще на нижней ступени, а те, с полубогами или прочим. Далее. Около 6 тысяч лет назад, после того, как появился на ланке раван с ракшасами, и они наводили ужас на многие поселения, то есть, начали ему молиться, чтобы он их не трогал, появился путь равана и путь ракшасов. но со временем ракшасы брали себе женщин, они рожали детей, и люди видели, что не только отбирают все, уничтожая с ними, еще можно жить соседству. но они как боги пришедшие с небес, их надо уважать и почитать. мы потом еще будем систему эти разбирать. То есть, они для них были как боги. и новые течения культуры, тоже появились на территории Индии. То есть, приходили учителя гималайские, тибетские, местные, которые в видениях общались, либо, как говорили, появлялись неоткуда. Но и также на основе древних появились новые течения. То есть, помните, я вам говорил на первом уроке, что были люди, которые говорили, что неправильно все трактуют, надо трактовать вот так и так. То есть, в древности были люди, которые почитали бога Крюши. но записывали это как Крюшна. Крюшин. А потом родился как бы в преданиях мальчик, который поступал так же, и он как общался с Крюшином. Его называли Крюшна. И это все описывалось в Махабхарахе, в Уханишадах и других книгах. Так вот, в 20 веке один деревенский плавленек увидел свое трактование описание жизни Кришны, то есть книги Бхагава Агита. И когда он рассказал о своем понимании, его за искажение выгнали из деревни. Но он это понял так, что люди просто не видели того, что ему во сне там пришло откровение. и как бы не в состоянии его понять. И он пошел куда? Он пошел в город. В городе начал проповедовать. Там тоже это не приняли. То есть он договорился до того, и он вообще из страны выдворил. Но он делал, что он приехал в США. А там как раз тяга ко всему он говорит восточном отрежнему. И он на основе своего перевода своей трактовки одной из книг это Махабхараты Бхагава Агиты он создал учение так называемый современный кришнеизм. которая потом тоже поделилась. И свое культу назвал общество сознания Кришны. Ясно, Но есть просто кришнаиты, а есть еще так называемые вайшнавы. выпуском литературы найдя то есть он же не просто пришел к бедному людям нашего расстава. Он начал это повествовать американцам, которые бездельно знали куда себя деть. И плюс у них было много денег. И начали выпускаться литературу и прочее. А потом они начали ездить в паломничество в Индии. А Индия в Индии это тоже не дураки едут паломники поклоняться святым местам. Значит они живут лишний доход после того как в США признали как бы автоматически потом начали в Индии строить ашарамы и прочее для этой новой религией. когда он умер они его называли Шипот Бах Терезанта славит пропад вода пропухался на снеге не выговоришь дальше но заметь появилось и много других направлений например одно из направлений которое порождает новую жизнь а у нас кто отвечал за рождение новой жизни Шива появилось несколько направлений Шива изм изм появился вишну изм как направление то есть отличное но шива иты как созидающие ее части появились внесток то есть как бы предание из гор вышел молодой человек и начал рассказывать о Шиве начал рассказывать о Шиве о том как надо жить как надо молиться как приносить жертвы требуют бескровные но единственное что там молоко в огонь он вышел где-то возрасте 27 28 лет из пещеры то есть в пещере никого не было потом оттуда вышел пожил среди людей ушел в пещеру через некоторое время за ним вошли пещера пустая его нет этого духовного учителя называли баба джи то есть но он как бы дал учение свое шива как порождающий жизнь но при этом в это направление шива люди различных религий приходить потому что баба джи учил не людям судить о богах каждый должен почитать тех богов которые в его роду почитаются изначально у кого ислам в основе родов те должны придерживаться ислама у кого христианство должны придерживаться христианство у кого буддизм должны придерживаться буддизм буддизм у кого синтезм но вместе вместе должны почитать единственную форму зарождения жизни которая дает души это шива я и после себя он оставил мунераж другое направление в шиваизме это так называемый духовный учитель как он называет сати саид баба такой маленький кудрянький как анжела девиас негритенок вроде акопиана который материализует из воздуха то священный пепел то какие-то поделки то изумруды то еще что-то но этот негритенок добывался до того что он якобы был жрецом капящий в гонитарах негров никогда не 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 белый по жизни остается белый перекажет ясно что с крокодилом не делай он никогда в ласточку не превратится появилось очень много других духовных училили которые начали создавать на основе вот этих упанишат древних учений бед свои направления один говорил что надо медитации другой динамической медитации то есть танцы то есть их множество то есть можно сказать как в индии в любую деревню приедет там свой город свой учитель и свое направление даже в некоторых деревнях полдеревни своему богу молится полдеревни своему я так то есть там этого всего много спрашиваю почему вроде бы наши пришли далее мудрая видишь направление то есть созидая развивайся вот есть путь то есть но далее в упрощенной форме но они передали смысл что каждый человек может духовно развиваться и идти поэтому и в индуистских преданиях говорится о том что есть другие миры что умирая здесь мы можем родиться на другой планете но чтобы не совершали зло и нехорошее людям говорим образом но чтобы это было доступно пониманию что если ты живешь как свинья следующей жизни родишься свиньи же дуб как дерево родишься баба да и будешь баба вам тысячу лет пока поврешь ясно да кто едался как тигр следующей жизни родиться тигром ясно да кто пил соки сути в следующей жизни может родиться комаром его приход то есть понятно да то есть такой доступный ход это уже потом по прошествии времен по прошествии времен образа как бы скрадывались и люди начали воспринимать это за словом то есть когда наши предки приходили и тем же дровидом нагом и прочим объясняли что боги умеет делать то-то-то-то-то-то-то для них было непонятно то есть был допустим пахать ваших навала кузнецку йод в корняк шьет пол пример а как можно делать несколько дел одновременно а еще говорили вот бог сотворил это потом поел а потом сил поиграл на свирели то есть для них каждый делает свое дело поэтому богов они изображали что со множеством рук то есть как бы на все руки мастер я надо то есть умел делать много дел когда говорили что бог видит все вокруг себя опять же понятия как можно видите вокруг себя рисовали четырьмя лицами во все стороны то есть одна голова которая смотрит но при этом уже еще не просто делает а может танцевать бог после своих дел поэтому изображали виде танцующего многорукого лицами дальше чтобы отделить изображение древних богов от изображения людей боги которые были похожи то есть боги откуда приходит небес небеса какого цвета синего поэтому как бы начали рисовать богов синицы допустим помощника рамхата уман помощник советник фан по имени уман это имя редкая сейчас но помните даже мультик был медвежонок умка то есть уман умеющих знающих и он каждого утра встречая солнце он кормил животных и местных и диких и даже самые дикие обезьяны без страха подходили то есть они боялись местных жителей но без страха подходили и брали вы пищу у него с руки поэтому для местных жителей он стал кем повелителем обезьян впоследствии вот это повелитель обезьян превратилась то есть повелевает управляет в царя обезьян а чтобы потом образ как-то передать что он ему приорисовали обезьянию морду то есть как царь обезьян но при этом корон на голове выяснили то есть вот таким образом в индии появилось множество направлений множество очищений но залить когда русские паломники туристы пришли пришли к тому же сайт бабе мы их там же встреча интервью и он спросил какие вы путем они сюда попали они сказали мы приехали к вам за духовность вашим все духовность находится у вас в россии а мы храним лишь остатки обрывки тех знаний которые ваши древние предки пришли к нам то есть если посмотреть на карту мира и строго на север будет омске омске в некоторых местах индии сохранился путь порушек древняя столица представьте вот у вас и вот шарила вот здесь процветал культура ванна потому что серые приземлили сюда вот сейчас вот это индия она разделилась на индию пакетан ну как исламская индуйское государство а раньше вот до сих пор это было все наши территории то есть вот здесь вот закуток калий калькутцы а вся центральная северная индия это все наш а здесь вот остальные вот эти старые пульты и те которые появлялись а это все по территории контролирую вас наш который строили да и прочих ночи ашрамы раму и вот здесь было создан как стольный город то есть для индусов в понятие громоверж грамма держит бог было как-то единым то есть они не могли воспринять несколько богов громовержцев они воспринимали что просто разные народы одного бога называют таким образом поэтому столица страны называлась индрагард то есть индрагард город индрагард а понятие горожанин почитающий громовержек стал куруша последовательную то есть как боги сначала же построили и заселили или как сами индусы его назвали куруша санатсо джатва то есть перун вечно прекрасный который покровитель стал себе потом когда начали наши возвращаться домой уходить индусы и драгард перри именовали в андропарву а уже когда наши покинули туда пришли англичане они переименовали город дэйли в андропарву ну то есть возвращаясь кришнаизму сейчас у них новый духовный лидер он сделал свой перевод отличающийся о том что комментарий ел тот если и приняли опять мы теперь есть как бы это признает новый перевод это новое кришнецы а те кто придерживаться старого это как старые но на основе вот этих учений учений ты заметь там живучи сокровенные а потом начали появились появляются смешанные то есть те кто вмешивался с серыми а потом серые смешивались некоторыми местами где проживали желтые и получались новые и наши пока еще жили говорили что не надо смешиваться сохраняйте чистоте свое и давали им знания о профессиях и прочее и ввели у них кастовую систему но как то это была профессиональная профессионально то есть ка союз то есть святых тружеников богов понятно да каста и они начали вводить касту но последствия индусы касты превратили в варны то есть нечто незыблемое догматическое переход из одной варны в другую но многие по-прежнему также говорили каста из варны в варну был запрещен и одновременно наши чтобы не было корпорации придумали следующую форму есть варна царей правители понятия сайта мне было правильно так но они как бы всем не управляли они должны были получать от жрецов совет как говорится благословление на какое-то либо деяние жрецы тоже не могли самостоятельно что-то творить потому что решение народу давал правитель то есть как бы друг друга компенсировали но плюс 3 варна коины тоже как бы их ограничивал компенсировал прежде силу вас не будем охранять чего-то сделать кому будьте нужны у вас улице придется вас больше не будет то же время цари говорили так поступите вот дадим указ вашими кормить вы умрете в голову а жрецы говорили а если вы нибудь и нас охранять мы не дадим благословения значит боги от вас отвергнутся и вы погибнетесь то есть видите они были что все взаимосвязаны и плюс которые да нам надо совет от жрецов нам надо чтобы кто-то общие вопросы решал то есть за весь народ да как правитель нам нужно благословение богов для этого жрецы поэтому но они как бы не очень-то властвуют эти не очень-то указывают эти не приходят с оружием потому что мы вас прекратим кормить и одевать то есть вот они касты превратились в четыре вармы то есть вот раджей мрахманов шатрия мрахманов Ну нет, это уже сейчас разделили. Вайши, сейчас я посмотрю. Вот, видите, вайши. Вайши. То есть, люди, относящиеся к торговому и земледельческому сословию, в чьи объязанности входило снабжение обществом всем необходимым для жизни и забота о животных, в особенности о коровах. То есть, и вот эти вайши составляли одну из вагн. То есть, понятно, да? Вот они, четыре. То есть, и как общество, когда жили люди таким образом, у них это называлось как золотой век. Век благоденствия, радость и счастье. Но когда начали смешиваться, будем говорить, черные с серыми, серые с желтыми, желтые, потом с помощью этих, 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 этих. И плюс, здесь начались смешиваться, дети эти, с этими, эти, с этими. То есть, это, как в закону стоял, было запрещено. Лего смешивались в одном роду, то есть в братности в три. Там дядя-то племянница, то есть близкородственные селы. Это запрещалось, и все они попадали в отдельную структуру. Шудрафи. Или неприкасаемые. Шудрафи. Шудрафи. Ну, здесь написано. Люди, однаваловосящие к слову, рабочих. И что составляют... Ну, это они, как правило, рабочих. То есть, и заметьте, вот это была каста неприкасаемых. То есть, не в смысле, что вот их вот так вот потрогать нельзя. То есть, с ними никто уже не составлял семейный союз. То есть, они становились изгоями общества. И, как правило, изгоняли, говорили. Идите и подумайте о том, что вы сделали. А для разумья лучше всего, что? Лех, лес, глубины, горы и прочее. И многие действительно уходили в раздумьях. У них начинались просветления и прочее. А их дети от брака, их тоже не принимали. То есть, серые не принимали, черные не принимали. То есть, полукровки. А потом, белые давали наложниц. Ну, раз же, допустим, давали наложниц. Не в жены, а как наложниц, чтобы она понесла. И более, как обновилась кровь. Стал по уровню выше. Ну, при любом деничественном эксперименте. Изгой, вот это общество изгой, как они прикасаемые. Она собралась в кучу. Но при этом, кого изгоняли. Там же были и дети жрецов, которые обладали определенными знаниями. Так? И дети воинов, и дети даже царей, и дети тружеников. И все они попали в общие условия. Но, им говорили, вы беспутные. Вы не имеете пути развития. И всю жизнь вас нигде не примут, и вы будете скитаться. И беспутные, не имеющие пути, получились это цэ пути, не имеющие. Раньше говорили цэгани, а потом изменили цэгани. То есть, после Китая цэгани превратились в цэгани, в жизненной силе, пути не имеющие. Но, заметьте, внутренняя структура, хоть они и вместе стали, как бы, сохранилась. Потомки царей, потомки царей, стали, так называемые, цыганскими баронами, предводителями. Потомки жрецов, ихними целителями, внутренними, как бы, жрецами, которые вели свой культ. Воины, так и остались воинами. Они защищали весь этот табор и прочее. И передавали из поколения в поколение. Труженьки, они трудились. Но многие из жрецкого прословия, которые владели гипнозом и прочим, они это тоже все поставили на промысел, на выживание. И так они не имеющие пути разошлись по всему миру. То есть, и везде были гонимны, потому что, когда они могли убедить что-то сказать, приходилось воровать. А чтобы обновлять кровь, доходилось до того, что они воровали маленьких детей, их воспитывали как бы в своей системе, а потом, чтобы роды не загибли, они продавали свою связь. То есть, обновляли кровь за счет похищенных детей. Ясно, да? Ну, это как все в древности, ну, хотя говорят, и сейчас тоже самое происходит. Так вот, потом произошло нечто среднее. Один из князей, живших получил помимо жены как родовы, еще и наложницы. Но потом предания аналогового о жене все сведения убрали, в одних она умерла, в других она пропала, в дедах и прочее. И женой начали называть наложницу. То есть, у белого мужа была желтая жена. И от этого брака родился сын, который начал подрастать, завел семью, а потом, когда с жрецами поговорил он, а кто я? Белые меня не принимают, потому что во мне течет кровь желтых, желтые меня не принимают, потому что во мне течет кровь белых. То есть, но я отец в своей матери и он оставил свою семью, оставил своих родителей и пошел искать свой собственный путь. Ведь помните, мы разбирали, у белых, последовательной старой веры энджеизма, основа 16, человек и бог все вместе. Правильно? У желтых народов, у них круг разделен на 12. То есть 12 как бы путей канала человеческих, а 4 божественных. Поэтому у них основной символ, который они везде рисуют, из наших символов божественности, они рисуют свасть. Но заметьте, 12 12 это 6 и 6, как бы 6 мужских, частей 6 женских. Здесь сколько? 8 мужских, 8 женских. и получился как 8 плюс 6 принц, который ушел из дома, И у него не хватало чего? Ему не хватало двух составляющих. Для него 14 было человеческое, а 2 божественное. И когда он дошел до просветления, то есть путем медитации, поисков и прочих, он указал двоичность в мире. Красное и Синее плюс и Юли, и не Яль. То есть ему не хватало этого, а не хватало двухрыжек. И он назвал свой путь Дао. Ясно, да? А так как он растиг определенной степени просветления, его назвали Будха. Пробуждающий положительную силу. Заметьте, в английском так и пишется Будха. Но Ха, как я уже сказал, многие не произносят, поэтому получилась Будда. И он указал свой путь. заметьте, пути, когда он, мы потом будем более вполне, я так вкратце, в медитацию он начал из миров миры, из миров миры, пока не дошел к пределу. То есть у него же 14 канала открытый, и он достиг только уровня нирваны, и нирвана для него как тьма. То есть как будто наступила ночь, и у него пропали все чувства, все желания, он уже ничего не видел, не ощущал. И он понял, дальше великая пустота, где уже ничего не хочется и прочее. И он вернулся назад, и вернулся, как бы наступил новый свет, новый дим. Я понял, что дальше там ничего нет. Поэтому и сказал, достижение это мир нирваны. А в англиизме древней славянной республира это один из промежуточных миров в гонящем можно развивать то есть разобрались, Но я пока только про индуизм, поэтому буддизм невозможно назвать религией. Буддизм это как бы путь духовного становления. Это в обиходе называют религией. На самом деле это путь духовного становления, которая тоже берет свое начало где? В Индии. Потом уже из Индии через Тибет это попало на территорию Аримии, Чайной Китая, и появилась раздавидность уже местная его так называемый Чань-буддизм или как на западный манер это называет Джен-буддизм. Выяснили, да? Выяснили, это уже хорошо. Но мы будем еще будем говорить и о древних желтых культах, и они хранят свое. Но до сих пор хранят свое. Кто? Япония. Культ синтро, то есть так называемый синтроизм. Свой древний родовой национальный путь. То есть имени, но они христианства, не буддизма, не исламов, они не отвергают. Да, это есть, но у нас есть свое и нам чужого не начать. Это в погоне знаете-ка на все интересное появляются туда, как правило, люди смешанных браков, и они призывали в японии. И буддизм, всевозможных направлений и доосизм и так далее. Это мы будем мы сейчас индюсбираем, а не индокитай. Таиланд, Вьетнам, это у нас да. Назобрались? Вопросы теперь есть? Серые чистовидные сейчас существуют, тебя не будут. Серые чистовидные? Да, еще остались. Хоть мало, но остались, природа их повторяет. Я имею в виду же ИСО, и не знаю, что делать. А, серых? Конечно. А, Денис, что следует? Ну, правильно, ну, кто ж тебя скажет? Они даже своим не говорят, где они прячутся. А нам тем более. Ну, просто подумай. Просто подумай. Основной обряд иудаизма какой? Обрезание. Бармейцу обрезание. А куда крайний плод делает, которого обрезали? Ведь эта частиничка человека, правильно? Она, как бы, энергетически связана. Это все увозится, собирается. Почему, допустим, где-то что-то проявилось, да, и евреи всего мира тут же объединились? Почему? Потому что влияние через это идет. Все сохранилось и управляются на тех уровнях, про которые люди даже и не думают. но простой пример, простой пример, чтобы вас дошло. Ну, где скажут, вот, отвлекали, плоть мертвая, и все, ничего подобного. Когда, в госпитале, на дежурствах, приходишь, и ночью, допустим, ампутированно рука, лежит он плачет, больно, и вот, что это, как мне так дать, он говорит, палец болит, большой, как будто, его кто-то гвоздем прибил, пробил насквозь и болит, а у него нету кисти. Знаете, есть такое выражение, так называемое, фантомное боли. После презектории, а там уже кремации, ящик с крыльями, так вот, кисть обрезанная, была, как ящик забили, пробиток возьмем, зеленкой, пробитый палец, залили, все, пришли к нему, ну что, как сейчас легче, да, ну такое ощущение, все щипит, вот тойота на мыли, зеленкой полили, но он в одном корпусе, а морг, так в другом, в презектории, вот он, пожалуйста, еще вопрос, а вот дольминов, которыми, опоясано, так сказать, вся Европа, Азия, это мы будем все отдельно, обещать, я секундочку, я еще раз говорю, вопросы задавать, не те, которые вам в голову придет, а именно те, что непонятно по сегодняшнему материалу, мы просто говорили о храмах, что одни на восток, ориентируем другие там, на запад, там, третьи, там, еще куда-то, но дольмены, это не храмы, поэтому не уводить в сторону, обряд крещения, до того, как Христа распяли, как он вообще начало нас, то есть крест появился, поступково распяли, тогда крещение, крещение, крест появился, вообще, он говорит, лет через, считается, что крест, вообще-то, символ, он что надел, это монах, надел, уже в средние века, а до этого, как бы, креста не носили, ясно, да, и крещение совершенно другое, еще до Иисуса Христа, всех купал в Иордане, Иоанн креститель, но, заметьте, там не было слова, и он был не Иоанн, по-латински, по-английски, он называется, Джон Баптист, Баптист, купил, окунать, понятно, да, то есть, он как бы, давайте, смывайте, себя, все грехи, мидра, то есть, очистите, хотя бы, свою плоть, а, да, он жил в пустыне, питался там, гусеницами, крючками, и потом, откровение, как бы, получил, так, скоро придет, кто будет, евреев исправлять, поэтому, давай, хотя бы, уже, ну, пустыни, проблемы, проблемы с водой, поэтому, хотя бы, раз в жизни, можно, евреи, да, кстати, после этого, после этого, заметьте, очень много было эпидемий, от того, что, не соблюдались нормы санитарии, то есть, считалось как, кого крестили, тот уже, святой, ему даже умываться не надо, у христиан, а что вы смеете, это, французская королева, Мария Антуанетта, она мылась два раза в жизни, один раз перед свадьбой, один раз перед казнью, когда ее гелиотинировали, и чтобы, не ходить, не считаться, да, не считаться, они носили все шелковое одеяние, потому что, шелк, лен, да, как бы, единственный материал, где-то козьи-бозь, шит, не заводится, поэтому, шелковое одеяние, но пока, от нас туда шелк, довозили, я веду через, из-за Римии, через Беловодия, через российские земли, доходила, ну, сына шелка, и поднималась, где-то, ну, грубо говоря, килограмм шелка, килограмм золота, почему вы проходили, мы изучали, проходит по улице, я еще раз напоминаю, следите за тем, что вы говорите, знаете, чем она отличается, от духовного обучения, от светского, светское, то есть гражданское обучение, там предметы проходят, здесь их всесторонне изучают. Вот мы изучали на первом уроке, значит, реальность, да? Угу. А вот индивидуальность, это как бы, когда называется один? Индивидуальность, это мир индивидуум. А дуальность здесь не это самое? Дуальность это два и более. Получается, не ровно одного, а... Да, различат, но ты зайди в комнату, где полно зеркал, получится, а вот еще кто-то, а редность, не имеет отношения? Нет, нет, это просто одно из именов, ведь заметь, нет, ну, очень просто, когда, допустим, русские просветители приходили к якутам, да? Ну, нормальные люди, общались, кто-то там помогал, жена помирала у якута, он роды принимал, спрашивали, как зовут? Он берел свое имя, и ребенка называли этим именем. Поэтому, вроде бы, якут, а там Сергей Николаевич, или Николай Фомич, то есть, как бы, якутских-то имен уже не осталось, а потом, когда еще христиане туда со своими святцами крестили всех, тоже именно менялись. Поэтому ничего удивительного, я же и на прошлом уроке приводил, в город Самарийский не входите, где сами рецепты жили. Но, многие же называли, вот, уважаемый человек, а на здоровое сына, так же, чтобы и он, как бы, имя дало возможность ему разбиться. Поэтому кроме Ария и Иуды, все остальные у Иисуса иудеями, вернее, а эти были и силими. А это мы будем разбирать. У нас будет... Мы же только начинаем, азой. Вот, а вот, ровно Аль, она, все, нарисуйте. Не Аль, а Ал. Ал. Вот это жесткое начертание, а вот это мягкое, то есть она на шелке. То есть, примерно так же самое. Зачем она так у тебя не понятна? разобрались? Вот это вопрос. Кончились? Это вообще один запас. Это вы как нам общие все распадали? А там будем детально вслепили? Конечно, конечно. То есть я вот сейчас в общих чертах. У вас когда, по-моему, через две недели опять, да? Легиолиней. То есть, там мы дальше общие. Мы что-то чего захватили? Вот Ближний Восток? Продолжение следует...